Зимой мало кто хочет садиться в неуютный, промёрзший за ночь салон. А потом ещё ждать, когда прогреется двигатель и оттают стёкла. Гораздо бодрее настроены обладатели функции дистанционного запуска. Их ждут уже полностью оттаившие машины. Сел и поехал. В общем, на первый взгляд сплошные плюсы. Но не всё так просто. Ещё несколько лет назад завести своё авто на расстоянии можно было, только установив нештатный противоугонный комплекс. Из-за удовольствия приходилось платить целым рядом неудобств. Для реализации дистанционного запуска такими системами охраны требовалось использование одного из ключей автомобиля, что приводило к повышению полиса каска в некоторых страховых компаниях. И к неудобству использования автомобилей, так как ключ оставался на руках всего один. Работать такие системы могли как через брелок, так и через GSM-модуль. Сегодня такой функции автомобиль часто оснащают уже на заводе. Самый простой вариант работает с ключа, или можно заранее выставить время запуска мотора в мультимедиа-системе. Более современное решение – телематика, то есть через приложение на смартфоне. Радиус действия, в отличие от брелка, не ограничен, лишь бы был выход в интернет. Заодно можно активировать и другие системы. Есть ещё дополнительные опции, такие как включение обогрева рулевого колеса, обогрева сидений, обогрева зеркал. Страховщики к таким штатным системам относятся куда более лояльно. И на стоимость полиса каска их наличие, как правило, уже не влияет. Если стоят сильные морозы, можно запрограммировать пуск двигателя несколько раз за ночь. А можно даже не следить за прогнозом, а просто установить определённый порог минусовой температуры, при достижении которого автозапуск будет срабатывать автоматически. Минус таких систем кроется в их главном достоинстве. Мотор заводится без вас. И если случилась критическая утечка масла или антифриза, это может вывести агрегат из строя за несколько минут. А вы заметите это уже слишком поздно. Кроме того, за стоянку с работающим двигателем в жилой зоне могут выписать штраф. Обычно на это закрывают глаза. Но если кто-то из соседей имеет на вас зуб и пожалуется, формально он будет прав. И последнее. Некоторые владельцы прогрев с утра салон считают, что автомобиль готов к поездке. Но трансмиссия и элементы подвески выходят на рабочую температуру только во время движения. Поэтому первую пару километров нужно ехать спокойно и размеренно.